друзья всем привет сегодня 7 января и я всех поздравляю с рождеством кроме этого я сегодня решила заняться посевом лука поскольку январь уже набирает обороты вот посмотрите какой я выбрала лук это турецкие сорта вот эти два арзуман вот такой вот белый крупные луковицы называется сорт генсе и красная луковица поздний спелый лук называется сорт бургас 10 вот такая вот красивая головка кроме турецких сортов я буду сеять армянский сорт хатунархи техакан здесь вот написано также что это поздний спелый сорт репчатого лука семена полностью черненькие у всех сортов вот можно можно их увидеть то есть они ничем не обработаны и соответственно их просто так сеем как я начинаю посев я подготовила вот такие посадочные емкости пролила их горячей водой с триходермой и корневином вот видите они у меня стоят важно сеять лук именно в горячую почву тогда всхожесть будет очень хороший ну что ж начну я спасибо лука вот такого вот белого репчатого называется генсен такой вот сорт обязательно нужно заготовить таблички я использую вот такие вот деревянные палочки подписываю сорт и день посева пакетики нам еще пригодятся пленочки поэтому я их просто вот так откидываю ставлю название сорта и дату посева сейчас я буду делать вот такие вот небольшие пол сантиметра углубления в три ряда слишком близко лук сажать не нужно поскольку их корневая система имеет разветвленную такую как пучка образную такие пучки до пучковая система и им нужно место разрастаться высаживать буду лук сразу на сантиметра два друг от друга поскольку их прореживать достаточно сложно и они хуже так растут это уже я точно для себя отметила с прошлого года вот таким вот образом сейчас берем семена и буду стараться раскладывать его достаточно крупные посмотрите семена то есть их не сложно собственно говоря вручную отделить и вот таким вот образом по одной буду сейчас высаживать ну вот я посадила лук белый вот видите разложила примерно их на одинаковом расстоянии после этого сейчас я засыплю слегка луковки вермикулитом очень люблю это делать поскольку во-первых это поглощает лишнюю влагу во вторых никакие мошки особо не любят селиться в вермикулите ну и в третьих конечно же лучше видно посевы когда вот так вот высаживаешь уже рядочки и лук растет чистым хорошим вот таким вот образом вот так еще немножко слегка вот так прижму ложечкой для того чтобы сцепились семена землей и сейчас конечно же по классике я полью горячей водой слегка опрыскаю вот так тоже с корневином для того чтобы просто слегка прижать семена если вдруг какие-то не попали у меня посев и сразу же накрываем обратно пленкой все сейчас я поставлю свои саженцы под фито лампы до момента всхода после того как они взойдут нужно обязательно снизить температуру я их буду убирать открою пленку естественно и уберу их холодному балкону на подоконник и они будут у меня там расти лук любит расти в более-менее в прохладе и мне нужны теплые температуры высокие он не будет так вытягиваться и будет расти крепким закаленным точно также я сейчас буду сеять и красный лук и потом армянский вот и будем ждать сходов ну вот и закончен посев моего лука вот такие вот я сеяла сорта обязательно проделайте зубочисткой небольшие отверстия для хорошей циркуляции воздуха для того чтобы там не застаивалась влага и периодически раз в два дня проветривайте свои посадки все будет в порядке напомню все вот эти семена лука также как и других овощных культур помидоров редких сортов перцев армянских семян целая палитра турецких вы можете приобрести на моем сайте ссылку я оставлю в прикрепленном комментарии друзья каждый садовый сезон я собираюсь сшить себе поясной фартук так как летом одежды минимум и носить все в руках и подмышкой мне надоело и вот я это сделала хочу и вам представить свой вариант садового фартука у него 5 огромных глубоких карманов длинный пояс и стильный принт сейчас у меня все будет под рукой если вам понравилась моя идея заходите на мой сайт и более подробно рассмотрите фартуки также сейчас пора готовить садовые таблички низкие те что продаются во всех магазинах подходят разве что для рассады я нашла идеальный и недорогой вариант табличек высотой 29 и 34 сантиметра в том году я уже ими пользовалась и они отлично себя проявили их было прекрасно видно в зарослях огорода сегодня 8 февраля я хочу показать вам как подрос мой лук первыми самыми вышли семена армянской селекции который называется хатунархи он уже перенес у меня одну стрижку и сейчас уже снова пора его подстригать что касается турецких луков они взошли чуть похуже первым зашел лук бургас 10 который красного цвета вот так он неравномерно взошел но тем не менее тоже нормально и второй лук это белый генс и он взошел более такой щеткой но со второго раза не хочу ничего от вас скрывать то есть семена взошли не с первого раза хочу поделиться с вами лайфхаком как добиться вот такой вот огромной схожести я просто замочила семена в кипятке на 15 минут после этого высадила и через два-три дня четыре дня они все вот продолжали сходить вот такая вот щетка сейчас я подстригу и левый и правый ящик и в общем все луки свои и унесу их на холодный подоконник тоже под лампы вот такие вот сходы хочу сказать что даже вермикулит не всегда помогает от мошек опять они периодически разводятся поэтому я проливаю свои луки м препаратом